И посмотрим, чем этот матч грозит или чем не грозит. Обновим ее на всякий случай еще разок. Na'Vi 5 строчка, 12 матчей, 8 побед, 4 поражения. Их оппонент, команда Invictus Gaming, находится следом за ними на 6 строчке. 12 матчей, 7 побед, 5 поражений. В принципе идут довольно-таки ровно, небольшая разница. И можно уже нырять и смотреть за опиками и банами. Слапнуть придется. Invictus Gaming, Axe, Templar, Assassin, Shadow Fiend и Rubik для Na'Vi. В бан отправляются Джиггернаут, Тролль, Чен и Тайтхантер. От Invictus Gaming, Na'Vi избавились от Бэтрайдера, Медузы, Ликантропа. И ждем четвертого бана. Там в любом случае уже есть Axe Templar, понятно кто отправится в мид, кто пойдет скорее всего на оффлейн. SF против Templar в миде будет довольно-таки трудно, все-таки Refraction пробить не так просто. IG предусмотрительно забанили Чена, но для Пупехи есть еще Инча. Которую он спокойненько может забрать. Нет в бане до сих пор еще Венги Фулл Спирит, что меня очень сильно удивляет. Висп уходит в бан аж четвертым. Вот это интересно, то что не появился в пуле одним из первых. Ну что, появится ли Инчантрас? Луна появляется третьим пиком для хвоста. Интересный выбор. Давно я не видел хвоста на Луне. Третий пик IG. Ну, я бы забрал Венгу. Саппорт сильный, Вейлф Террор пригодится, Свап тоже. Либо набирать что-то с ОМОНами. Типа той же Инчи, чтобы мешать. Мне нет. Патма появляется третьим пиком. Тренд Протектор. Ну, куда же Габлак без хилищих героев? Если это не Омник и не Абадон, то, конечно же, это Тренд Протектор. Шадоу Демон появляется у Инвиктус Гейминга. Это связочка старая. Патма. СД. Спрятали, запустили. Ару убили. Интересно, в роли кого здесь будет Патма? Будет ли это мейнкерри или все же это саппорт Роум Патма? С Шадоу Демоном. Что в теории они могут отправиться в Триплуак. С Ноуфлейн Темпларкой в мид. Забанили Нави Инвокера. Минус Клоквер. Ну, Фаник на Клоке не так часто играет. Может быть, какой-то Фурион. Который Тренд Ами сможет закрываться от Ару Патмы. Ну, либо Кентавр. Либо Дум. Да, пикай, Дума. Че тут думать? Есть кого затыкать? Что Акса? Что Темпларку? Минута. На выбор последнего героя. Да и думаю, попроще будет стоять на Офлейне. Тренд Протектор есть. Есть подхил собственный. За счет земли накидывают арморчик и спокойно живет. Или нет? Ну, понятное дело, что у Габлака свои мысли по этому поводу. 19 секунд. Габлак призадумался. Бестмастер появляется. Дай один пик. Ча для Пупехи. Ну, оговорился немного. Про Пупеху. Ча для Габлака, конечно. Я все еще держу Пупея в Нави. Да, извиняюсь. В последнее время много доты, поэтому оговорки неизбежны. Слишком много матчей. Ну и Брудмазер ласт пиком для Invictus Gaming. Ждем Рубика. Сейчас Ван Скор вернется в игру. Я надеюсь, у нас не будет пауз. Просто частенько игра начинается с паузы. Ну что, смотрим по составам. Кто куда и кто на чем. Команда Нави. Габлак. Тренд Протектор. Хвост. Луна. Дэнди. Шадоу Финт. Ван Скор. Рубик. Фаник. Бестмастер. Команда Invictus Gaming. Кси. Брудмазер. Джун. Акс. Феррари. Темплар Ассасин. Че. Шадл Демон. И Чуань. Патма. Че и Чуань это два брата. Я помню уже их мувы. Постоянно ходят друг с другом. Их не разделить. Это практически как висп с кем-то. С тени. Ну и смотрим. Дэнди на эсэфе отправится в мид. Хвост будет стоять в обычной трипле. Дэнди уже завардил. Бестмастер. Который. Поможет в принципе аурой своей команде. Ну а так спит. Все дела. Плюс какой-то вижен. Ну и возможно Нави начнут пушить довольно таки рано. Так хвост давно не играл на этом герое. Очень давно. Каково здесь будет бруде. Цеплять здесь может только ванскор. Телекинезом. Дерево седом. Ну такой сед. Сид не слишком сильно замедляет. И в путинке. Какой можно уйти. Баунтируна на ботом достанется Нави. На топ ее конечно же заберут IG. Вряд ли здесь фаник пойдет даковать. Получит дизрапшин. Тут же Ару. Феррари забирает руну. Приближая себя к ботлу. Ну и хвост. Баунтируна побыстрее. Вкачал ауру. Жаль она не как у траксы. Не на всю карту действует. Что бестмастер. Смещается к себе на оффлейн. Интересно будет ли фармить эншитов. Здесь правда уже стоит вард. Поэтому все будет не так-то просто. Хвост. Бодиблочит крипов. Лейн надо ему сместить к себе. Ставится тут же Сентриаван. Скоро не хочет чтобы Бруда получала экспириенс. Конечно сбить такой реген. Это еще без танкусов 3 единицы в секунду. Подняли телекинезом. Подтащили. Есть сед. Пошла просветка. Это для лишнего слова. Бруда погибает. Тутуру туту ту ту. Ну вот конечно даста наверное Бруда не ожидала. То что ей еще подрежут 10% или 15 мувспида. Сколько там и 2 юниту режется. 15%. Это очень-очень обидно было для Бруды. И возвращаться на лейн сейчас особого смысла не имеет. Потому что тебя будут постоянно цеплять. А с появлением бима у луны. Ты вообще изи фраг. Фёрст была для нави. Отличное начало. Будем надеяться что в том же темпе и продолжит. Бистмастер. Сапожок есть. Стоит на экспиринсе. Пока все плохо. 62 опыта не больше. Акс на изи фарме. Смещаются саппорты в миддл. Дэнди уходит отсюда. И правильно делает. Подцепили бы дизрапшеном. Уйти бы наверное уже не дали. Чес сапогом я так понимаю. Да. Подходит сюда. Габлак. Пока ливинг армора нет. Поэтому не подсейвить. Пошли паучишки. Ну хвост я думаю только прокачать мунглейв с пауками проблем не будет. Шоу поил. Рефракшен надо сбить феррари. Вот он еще тысячка. Рефракшен слетает. И теперь уже прямой урон в лицо. Дэнди. Боттл уже обойтится или еще нет? Нет. Боттл он еще не выформил. Да. Видит пауков хвост. Подфармливает их. 11 золота. Не лишний. Что? Дэнди. Ну пока мы видим что реализации подмэй нет. Единственное что проконтролил руну инвиза на топе. На ботами темпларка забрала руну богатство. Боттл фуловый. Вот эти дела с этим чуть хуже. Доедает последний тангус. Атаки не так много успел набить. По крипт статусу мы видим 8.1. Ой-ой-ой минус бестмастер. Я так понимаю арроу залетела все же. Да. Залетает арроу. Дезерапшен тоже потрачен. Реализация связки как только я сказал. То что пока что не заезжает. Тут же есть фраг на оффлейнере. Да пауки здесь мучают немного. Что у бурды. У бурды 4.1. Крипт статус. Ванскор есть дасты. Но забрать без сида габлака наверное не получится. Бежит ведь бурдяха. Хвост тут не получается хвост хитит под вышкой. Тяжеловато. Дэнди. Летит боттл. Наконец-то. Дэнди сможет впиваться и кайлами хоть какой-то дэмэдж наносить здесь. Следующая руна через 30 секунд. Транквилы появляются у Акса. ПТ у хвоста. Блин. Ак здесь вынесет даггер очень быстро. У него 650 уже на руках. Заход в спину. Че и Чуань. Попытаются сейчас цепануть Дэнди спрятать. Если он получит арроу. То тычка из молда будет. Третий рефракшн. Феррари сейчас может так на развороте попаковать. Немного времени выиграть. Погоня за Курьером. Чуань. Липа нет. Ну и Дэнди прекрасно понимает, что здесь его пытаются обойти. Наполучал здесь Че. Скушал Тангус. Дэнди. Спрячут же. Спрятали. Чуань. Ароу попадает в Дэнди. Ну и Ливень Кармор свое дело делает. Подходит сюда Габлак. Должен быть Сид. Ван Скор. Дотянется ли до Чуани. Есть ли Вижен. Вижена нет. Уходит отсюда. Чуань. Руна. Респается и на ботами. Это дабл дэмэдж. Неплохо бы СФ ее забрать. Но в это время Курьер находится очень далеко. Габлак. Ну и Чуаню достанется дабл дэмэдж. Нет. Тут Ван Скор срезает. Шугнул Чуаня. Что бы проконтролить эту руну для СФ? Нет. Габлак забирает. 90 плюс 90. Топ параметры Габлака. Еще бы плюс 90. И это идеальная девушка бревно. Хвостецкий. Даст. Видит Кси. Будет ли телекинез. Пока Кси Манси. Должен быть Вижен. Подняли. Подходит сюда Габлак. Пошел Сид. Тычка с руки. Снова минус Бруда. Ефрак достается хвосту. 900 на руках. Может, кстати, приобрести себе какой-то Morbid Mask сейчас и уйти в леса. Дэнди. По крипам 17-3. У Тэмпларки 22 на 14. Очень много дэнает Феррари. Ух, этот злой малюк. Он нормально тут крип статит. Дэнай, дэнай, дэнай. 24 на 17. Как же он дэнает. Хвост. Скоро, что урынь. Появление Эклипса. И тогда еще проще будет убить Кси. Дасты еще затарили себе или нет? Где деревца? Деревца Дасты не покупал. У деревца 80 денег. У Рубика тоже пока не хватает. Хотя, может быть, они в куре. Син-3 Габлак купил. Дэнди летит в Боттл. Ну, Габлак приходит в мид на Экспинг. Надо отсюда уходить, потому что Дэнди вернулся. Ворот, не опыт, не есть хорошо. Чуань. Пошел Ароу мимо. Знают, где Чуань находится. Хвост. Забирает руну Баунти. Есть Эклипс. Тысяча стон в руках. Не знаю, будет ли это какой-то Мидас. Но, наверное, вряд ли. Да, покупается Рейсбенд под Аквилу. Потом, наверное, какие-то Барабанщики появятся. В статового хочет поиграть. Фаник. Как качается. Вторые топорики. Вторые сумоны. Ну, что ж, Адуфинг. Солу Ринг. Появляются Бруды. Теперь плеваться будет постоянно. Ман Регин хороший. С ХП Регином в третьей паутинке проблем точно нет. Начинает паутинить все подряд. Хвостецкий. Хвостецкому надо быть аккуратней. Настакивают тут для СФа. СФ подфармливает собак. Появляется Базилка. Фаник. Кабанщик ему уводит все крипов. Под Экспинг. Да, пятый уровень сейчас уже будет. Дэнди получает седьмой. Четвертые Кайлы. Сейчас может пробивать Феррари. Но очень трудно скинуть здесь, конечно же, рефракшн. Куда и пошли Кайлы. Сейчас должен по крипт стацу начинать догонять. 37 на 7 против 37 на 20. Да, чуть больше дэнаев у Феррари. Ничего страшного. Хвоста подцепили. Пошел Линкармор. Зарубил его Акс. Еще и цепляют здесь ванскоро. Окружили. Ванскоро. Джун делает даблкил. Мгновенная реализация даггера. И, скорее всего, упадет еще и тавр. Феррари в инвизе. Находит Дэнди. Дэнди тут стакает. Может, Феррари подблочить, конечно. А, они так и так не застакались. Стоит на Экспинге. Дэнди получает Арл. Тут же тычка из Мелда. Ой-ой-ой, как больно. И Джун делает очередной килл. Забирает стаки. А вот это очень неприятно для Найи. Во-первых, забрали тройной пак стаков. Во-вторых, убили Дэнди. И, в-третьих, Джун сейчас очень сильно набирает обороты. Запрыгивается. Агрил Габлака. Габлак получает Арл. Зарубили. Габлак же знает, что два героя находятся под ним. Они только сейчас убили Дэнди. Подтащили. Дизрапшн. Сделать ничего не получилось. И Чуань пытается уйти. Уходит. Акс. Агр двоих. Тычка с Мэлда. Пошел Клипс. Лучше отойти, конечно. Забрали Акса. Что за бредовая игра была от Габлака? Вот можно вопрос? Ты видишь, что два героя находятся на ботами. То есть только сейчас прям они убили там Дэнди. Ты знаешь, что у Акса есть дайгер. Да, Феррари уже имеет 1400. Акс совсем скоро обзаведется Блэйдмейлом. Ну или Вангвардом. Я не знаю, во что он тут пойдет. Ванскор бежит на базу и хилится. У Дэнди до сих пор нет еще ПТ. Можно открыть Нетворца. Десятая минута. Да, Дэнди 2900. Темпларка 4000. По общим графикам IG выигрывает уже 3000. По золоту 3000 по XP. Кси здесь уже 1200 на руках. Так и до Орчеда можно добраться. Транквилы у Шадоу Демона теперь гораздо быстрее передвигается по карте. Ну что, на ботами. Ботами Дэнди фармит крипов. Пытается вернуть себе свою атаку, которую у него отобрал Феррари с Аксом. Фаник пытается нафармить себе на Даггер. В медле в это время. Габлак получает Арл. Тычка с Мелда. Запрыгивает Матмасс. Старшторм. Минус. Очередной фраг для Темпларки. Снова Дизрапшн. Есть Мелд. Приходит сюда СФ. Че они уходят? Очень мало ХП остается и придется бежать на базу. В это время на ботами. Приходит сюда Хвост. Эклипс через 60 секунд. Есть 8 уровень. Больше ничего пока. Носится пауки. Формят лиса. Сместящаются паутинки. Ну и Акс. Покупайте Виталити Бустер. Все-таки решил идти в Вангвард, который уже хватает. Сейчас. 3, 2, 1. Вангвард. Укси 1800. Может и в некрачей каких-то уйти на самом деле. Если так и оставаться постоянно на оффлейне и пытаться подпушить Т2, то некрачи лишними не будут. Бегает здесь Дэнди. Забирает Кентаврика. Вижен по нему постоянно дают. Чуань. Готов запускать Ару. Ой-ой-ой-ой. Акс. Три Акса сейчас пойдут забирать всю эту гадость. Ну, это Эншенты были для Фанника. Фанник остается без Эншентов. А здесь подкачали и саппортов. Бруда. Гибает. Нашли ее в лесу. Снова просветили, я так понимаю. Да, вот. Даст до сих пор висит на паучках. Грызут хвоста. Просто типа он. Боялся, что действительно сгрызут. Что там у Акса? 800 после Вангварды. 11 уровень. Он сейчас зарубит каких-то саппортов вообще моментально. Феррари ничего не боится. Четвертый рефракшн. Руна хосты. И есть какие-то айтемы на статы, поэтому его трудно пробить. Смоук. И на развороте хотят подцепить Нави. Сейчас кто-то выйдет в мидл, то скорее всего это получится. Вот вид хвоста. Акс в теории может ворваться. Пошла трэпа. Побаивается Акс. Решили все-таки сходить в обход. Что украли? Рефракшн? Нет, украли трэпу. Не самый лучший спелл, который можно спионерить. Здесь же брута. Но пытаются выйти в мидл. Фармит Акс. Опять чужие леса. Ну и на ботами бруда своей армией пауков может сейчас погрессировать. Ароу попадает в Анскуара. Тут же Агр и может зарубить его вообще моментально. Ливинг Армор пытается спасти. Не получилось. Подкинул Анскуар. Все равно догорит. Стан по двоим телекинезам. Но какой в этом толк, если твоя команда драться не идет. Тысяча на руках у Акса. И это заход на Рошана с пауками. Ароу. Рошан включает в лицо. Так, говорит. Попаду в Рошана даже, когда мои глаза закрыты. Алина Сармор здесь залетает очень бодро. Добьют здесь Рошана. Нави ничем помешать не могут. 7-4 в пользу IG. Преимущество сейчас станет около 5 тысяч по золоту. 4 тысяч по экспириенсу после Рошана. А Игис есть у Акса. Начинает собирать себе Аганим. А почему нет? Уровень у него хороший. Стата 5-1-1. Приходит Кабанчик. Отпрыгивает Акс. И пойдут пушить ботом. Надо реализовывать Аэгис. Первые Некрачи появляются у Бестмастера. И что, пойдут пушить. Подходит в Анткор. Фейт Волт. Бесконечно летает. Ставится сеточка. И пауки начинают грызть. Да, пока работает Фейт Болт Демедж. Слишком мало. А вот сейчас нормально пойдет. Нормально он скоро фармит здесь точнее. Появляются новые пауки. Шадл Демон. Цеплять его не собираются. Феррари в медле. Все еще с хостой. Но на топе Фанник пытается разломать Тавер. Подходит хвост 11 уровня. Пытается собрать себе БКБ. Дэнди забирает крипов. На ботме вышка. Сейчас упадет здесь катапульта. А Роу пролетает мимо. Тавер должен здесь уронить за счет аура хвоста. Демедж он дает порядочный. Да и у Дэнди с руки неплохо. Несмотря на то, что айтемов почти нет. Дэнди собирает Мекку. А у Кси уже 2200 после Мидаса. Сейчас Феррари еще в медле вышку заберет. Минус вышка. Остается Темпларки. Опять забирают чужие леса. Я думаю, что все равно пойдут реализовывать Аегис. На топе пытаются Нави второй Тавер уронить. Дэнди. Скайлов забирает быстро крипов. И Кабанчик с катапультой. Пока стоит расстреливать. Быстрое смещение. Феррари в смоке. Курьера пошла охота. Смоук пропадает. Понимает, что кто-то есть рядом. Акс кого-то сагрил. Сагрил Фанника. Роу залетает Фанника. Пошел Ливинг Армор. Тычки Смолда зарубили. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Дэнди просто делает ТП-аут. Бруда продолжает тусить на ботами. Шадоу Финт есть Миказом. Сигналит нам. Еще один Спектатор. А Бруда фармливает чужие леса. 3000 на руках. Феррари 1300 после Яши. Аксу чуть-чуть совсем остается до Аганима. Ну акс сейчас врываться не будет. Рядом народу нет. Ну, наверное, будут проигрывать по фарму, потому что гораздо больше фармят Ай-Джи. Мы видим, что происходит. 6000 по золоту, 5000 по экспириенсу. Темпларка забирает руну дабл дэмэджем. Чуань. Арканчики. Восьмой уровень. Монлайт через 80 секунд. Хвост. Пытается добрать все еще БКБ свое. Ливеньк армором, да, подхиливают и один на топе. Ну, армор здесь будет шибаться очень быстро. За счет пауканов. Пауканы по тысячке скинулись. Армора нет. Дэнди. Тоже в БКБ. 3500. Кто-то будет кси вообще останавливать? Тут он на оффлейне тусит уже, наверное, минут 10. Вообще не уходя отсюда, фармя вот чужие леса, перемещаясь на следующую точку, еще одни чужие леса, стоит, собирает экспириенс, почти 12 уровень. Это бруда с оффлейна. Появляются первые некрачи, которые вот-вот превратятся уже в вторые, потому что ему остается 200 единиц золота до рецептика. Акс скоро получит аганим, а хвост все еще не может доформить себе БКБ, я так понимаю. Или доформил. Да, доформил БКБ, но пока еще не принес. Аеги с Айджи решили не реализовывать. А зачем реализовывать что-то? Они прекрасно понимают, что они фармят гораздо больше сейчас, чем Нави. Они забирают их леса. Джун забирает минимум один лейн. Феррари и Чуань, еще периодически Эншентов фармят. Ну вот он Кси, вторые некрачи, за третьими тоже, я думаю, дело не постоит. Постоянный фарм лесов, просто постоянный фарм лесов, при этом не умирая. Хвост Эншенты. Есть 10-секундное БКБ Денди. Пока только Огр Клаб. Ну и пошел Мунлайт. Ростап цепить не получилось. Хвост уйдет. Пошел Ливинг Армор. А Бруда в это время на ботами продолжает ловить экспиринс. Плевок, скрип. Здесь в это время истязают крипов паучки. Деньги, короче, инвестиции рекут текой, как говорится. Смоук от Нави. Попытаются сейчас, наверное, подловить Кси. Кси за это время важно выформить и купить третьих некрачей, потом можно умирать и уже смещаться к команде. Где Бруда? Паут что ли? Нет, просто пешком ушла. Пауков своих спасает. Эта армия смещается. Вот он, выход на топ. Феррари. Рефракшн. Пишки по вышке. Фортификейшн надо нажимать. Джун заходит наперед в наглую. Забирает крипов, практически гарантируя себе аганим ранний. 20-ая минута. Вангварда Даггера это очень ранний аганим. Топовый нетворс у Акса, если что. Недолго тут работает Кармор. Падает вышка. Остается крипам. И тут же ТП. Не хотят на авиат давать товара. А ролл ванскор пролетает рядом. Есть ли даггер у Акса? Нет. В КД. Хотелось, наверное, заагрить. Забрать ванскора. Габлак. Восьмой уровень. Брейсер. Четвертый. Армор. Ну и все. Третий некрочи летят к бруде. Сейчас в теории может быть заход на хайграунд. Как Аксу прилетит. Аганим. Какой там порог? Порог убийства со скиптером. 450. Правильно? Да. 450. У ванскора 872 хп с урной. То есть две крутилки, грубо говоря. И можно рубить. Джун забирает баунтеру. Все еще не покупает, кстати. Себя Аганим оставляет на байбек. Я так понимаю, Фаник с вторыми некрочами. Акси идет наглую, толкает ботом. Пауканы, пауканы. Достается ему катапульта. Феррари, 3600 после Яши. Пока ничего не покупает. На что копит, не знаю. Может быть это БКБ одним кликом сейчас появится. Который ему здесь не помешает. Надо постоянно дефать ботом. Кси фармит еще и лиса. Все так же не хочет отсюда уходить. Пауканы. Прибежали. БКБ появляется у Акса. Вот так вот. Вместо Аганима просто втарил себе одним кликом БКБ. Пошли Кайла и Дэнди. Подфармил нормально здесь. Две диши БКБ появятся. Дмитрий у Хаммер есть. Остается рецептик. 8-4. Не самая активная игра, скажем так, по убийствам. 10 тысяч по золоту, 75 тысяч по экспе преимущество у Айджи. Хотелось бы, конечно, побольше экшена и убийств. Но вот так вот. Одни пикнули бруду. Вторые понимают, что сейчас проигрывают. И драться не вариант 5 на 5. Поэтому надо немного потерпеть. Что, Акса БКБ прилетела. Третья Некра не в КД. Феррари. Чего-то ждет, ждет. Дезолятор. Вот так вот решил сыграть. На топе Некрачи и Фаника пытаются заласцитить вышку. Фаник. Нет, достается крипам все же. Ну и что, по ботаму пойдут? Или дождутся Рошана? До Рошана просто минута 45. Придется еще довольно-таки долго подождать. А вот сейчас тычка с молда под дезолятором. Если вгрызаются в тебя пауканы, то это практически стопроцентное ГГ. Пауки не устают ворвить. Соклэпнул. А что толку тут? Под паутинкой все регенится моментально. Подходит сюда Дэнди. Видит пауков. Оил. Разбежались паучки. Все равно какой-то урожай получил. Да, БКБ уже есть. 800 сверху. Продолжает фармить КСИ. 2000 на руках. Тоже может БКБ себе собрать. Ну и 14 уровень у него также имеется. Соответственно, все уже вкачано. Всякие миссы и так далее будут работать. Стоит трэпа. Что у Рубика? Ничего. Все так же 872 хп. Мидас появляется у Патмы. И ПТ все же добирает себе брудмазу. Акс 470. Вот после дезолятора теперь надо выформить БКБ темпларки. Что на файте себя нормально ощущало. Что у хвоста БКБ Яша 1200. Может быть что-то еще в куре? Нет, в куре ничего нет. По Нетворсу хвост находится на четвертом месте. Его обгоняют три игрока команды. Айджи это Феррари, Джун и Кси. Бышку можно заденайть. 75 хп у нее. Я думаю сейчас паучками как раз. Денайт труда. Появляется Рошан. Трэпа здесь стоит. Поэтому есть инфа об этом. Пошел Смоук. И зайдут сейчас на Рошанчика, которого моментально примут. Вот он Кси проползает. Ну и вот сейчас Смоул дай дезолятора. Пошел Арл. Знают Нави о том, что бьют Рошана, но дойти до сюда скорее всего не успеют. Во-первых, третьи не кратчи. Во-вторых, слишком много дэмэджат от Айджи. Ну и все, падает Рошан. Нави надо разворачиваться и уходить. Потому что здесь больше ничего не светит. Задержался немного Денди. Ванскор. По трэпу зашел. Тут же есть Вижен. Ванскора зарубили. Не успели. А так бы вот в отельму спитерс. Оставался Денди. Тычка с дезолятора. Носится за Че. Подожгли некорача. Дополнительный мус спит есть. Но шаттл демона все равно зарубили. Размен ШД на Рубика. В принципе ровно. В принципе ровно. Единственный недостаток в том, что Айджи действительно получили Аегис. Забрали Рошана. И сейчас могут пойти по ботому. Останавливать будет очень трудно. Денди прожимал БКБ? Нет. БКБ Денди не прожимал. Бестмастер. Некрачей нет. Есть гем. Скабан моментально. Денди Скайлов хочет не подпускать крипов. Айджи расходится. После Рошана. 10 тысяч преимущества по золоту. И почти 10 тысяч по экспириенсу. Джун продолжает фармить. Не знаю будет ли это теперь Аганим. Или будет собирать все-таки какую-то Шиву. Да у нас за 27 минут 14 фрагов. Не самая активная дота. Хвост должен был добрать себе что-то. Что-то должно быть в куре. Да это ультимейт орб. Сейчас появится Монте Стайл. Акс. Агар. Прошел. Будет ли Арл. Есть Арл в хвоста. Нельзя дать скастовать Эклипс. Хвост. Нажмет ли Эклипс. Хвостецкий. Не дают нажать Эклипс. Зарубили. То есть он бы нажал. Но успело бы прилететь пару тычек. Максимум Вакса. Ванскор. Могут ведь и сгрызть третьими игрочами. Снова будет ДНай вышки от Айджи. Не дают наверное. Забирать товара. Видят Денди. Денди покупает Талисманов Эвэйджин. Пауки. Денди. Слоу. Бежит Кси. Есть трэпа. Придется прожимать БКП и делать Теп Аут. На пол ХП плюха залетает из Молда. Девардинг. То что потом появляется Гем. Это Гем Шадл Демона. Что пойдут забирать товара. Пока есть Айгис. Надо. Летит Манта Стайл к Темпларке. Ну. Эклипс какой-то поглощать. Почему нет? Если вдруг столкнулись. Нажимается Эклипс. Просто нажимаешь Манта Стайл. Пошли иллюзии. Есть Фортификейшн на Лаве. Могут позащищаться. Акс отпрыгивает. До конца Игис. Еще две минуты. И Айджи отходит. Как же пассивно они играют. Если с Нави все понятно. Нави проигрывают. Нави надо искать где-то ошибки оппонентов. То Айджи вроде как лидирует на 10 тысяч. Имея Айегис дабл дэмэдж в кармане и так далее. Не хотят идти толкать оставшиеся товара. Хотят и дальше набирать преимущество по фарму. 3-300 у Бруды. Скорее всего. БКБ. 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 Паучки на Вижн. Вид пауков. Рассыпались. Дэнди. 2-300. Так потихонечку Баттерфляя придет. Ну, Тэмпларк теперь прекрасно понимает, что ей надо собирать МКБ. Тут 100%. Мунлайт прожимают команда Айджи. И сейчас должен быть какой-то врыв. Там гоняют кого-то. Гоняют хвоста. Хвоста видят в Мунлайте. Бруда дает вижн по-хвостецкому. Хвостецкий сейчас может подставиться. У него, конечно же, есть БКБ. У него начинают грызаться. Тут же БКБ и попытка сделать тэпаут. Агр. Тэпаут сбили. И хвост здесь, скорее всего, погиб. Зарубил его. Ускоряется. 2-600 на руках. Байбека у хвоста нет. Айджи сейчас могут пойти и попытаться на него развести. Хотя трудно это будет делать, потому что крипы находятся далеко. Но Джун это дело пытается быстро поправить. Заход на ХГ. Тут БКБ работает, поэтому это бессмысленно. Прилетает АРУ. Бьют, да, но пробить не могут. Понятное дело. Придется дожидаться крипов. Это попытка на дурака была развести на байбек. Фаник не уходит. Стопа. Пошли некрачи. Пытается по-шустрому подпушить и заставить сюда кого-то прилететь. Прилетает сюда БРУДА. БРУДА уже 4000. Вот он АГНИ МАКСА. Порог убийства 625. Тут поправились по здоровечку все, кроме Рубика. У Рубика 910. Он практически сразу клеится. 300 хп отбавил и можно рубить. Жрет некров кси. А че не добил-то? Ну, потерял бы 600 хп. Это, по-моему, не так страшно для БРУДА из 1700. 200 золота. Куда приличнее смотрится. Ну, что там у Феррари? В Феррари 1500. Будет собирать МКБ. Хвост после Манта Стайла. БКБ давно ничего не появлялось. Нетворс хвоста упал на 5-е место. Его обогнал уже Дэнди. Дэнди сейчас будет с Баттерфляем. Все равно топ-3 Нетворса принадлежат команде IG. Преимущество 12 тысяч. Оно медленно, но уверенно растет. 14 тысяч по хп. Снова Монлайт. И снова на поиске какого-то одинокого героя, которого можно выцепить через Акса. Ну, либо двух героев. Например, сейчас находится на топе. Хвост отсюда, наверное, лучше уйти. Габлак. Ару мимо. Ну, тут агры хватит. Зарубили Габлака. Акс kills you, говорит. Кси. Эклипс. БКБ. И бежать. Бежать получится? Да. Хвост делает фраг. Очень нужно ему. Ну, и подцепить здесь никого не получилось. Арау пролетает мимо. Формят крепочки. Выцепить фанника не получилось. Дэнди в это время на ботами. Выигрывают сейчас какое-то время. Навет. 2800 опыта получили за убийство Бруды. Это очень даже неплохо. ШД тут спасается. Отникрачей. Феррари. 2200. Ну, сейчас накопит на Демон Эйдж. Хотя покупать он его вряд ли будет. Надо оставить на байбэк. Мало ли что в файте случится. Ну, либо убить Рошана. И забрать Айгис. Хвост. 1600. Блин, как-то медленно идет фарм у хвоста на самом деле. Дэнди ворвался на второй Нетворс. Единственная проблема, что его просто зафокусят. Если Акс до него допрыгнет, это пиши пропало. Ждет, как кто-то появится в медле. Запрыгнул. Не получилось сагрить. Дэнди уходит в инвиз. Ну, не отдал Эншинтов. Эншинта, точнее. 6.12. Да, преимущество не растет больше у Айджи, потому что только сейчас они потеряли игрока. Из него получили у него опыта. Травела появляются у Фанника. Фанник, базилка, травела, не кратчи. Как-то не очень все по Нетворсу. Хотя 9100 при учете того, что у мейнкерри 14500. Это нормально. До следующего Рошана недолго. Хвост уже бежит, я так понимаю, его чекать. Либо просто бежит фармить. Что у Бруды? БКБ 9-секундное. Игра, вот как мы видим, оборот такой макро-гейминга. Никаких маленьких стычек нет. Все думают, что кто-то кого-то переформить. Что каких-то айтемов хватит, чтобы выиграть игру. Дэнди носится, прожимает бутерфляйт. Он тут по шустрому бегает. Что-то появится. Не знаю, Скади, наверное, ему какой-то надо сейчас. Чтобы с руки наворачивать. Ливенгармор. Рановато, по-моему. Некрачи, Паукачи. И сейчас все это вопьется в вышку. Армор слетает моментально. Фортификейшн прожимают IG. Джун пытается подобраться. Не получится. Ну а здесь Бруда. Важно с одного захода забирать вышку. Вот он пошел в фортификейшн. Если ты не забираешься с одного захода, то смысла никого в этом не было, потому что дерево сейчас отхилят. Выиграли время под Рошан на IG. Как только нави сместились на свое Т2, они тут же врываются на Рошана. Спалили, наверное, тем, что поломали вард. Потому что здесь IG. Ну и минус Марошан. Сыр для Акса. А Егис для Темпларки. 4100 на руках. Чуть-чуть остается до МКБ. А вот после МКБ Дэнди уже будет очень мало держать, потому что Баттерфляй его никак спасать не будет. Чуань с четвертым Старштормом. Помогает подпушить Чуаню. Кидаю дурну. Потому что еле живой. И по топу хвост. 3700. Тоже нужен Баттерфляй. Фейтболт. Старшторм. И бить тавер надо, по сути. И включается. Сажири не кроча. Как тут больно, конечно. Хвост по вышке надамажил. Поэтому дело, что Брудела ничего не наносит. А вот оранжевый барак просел. И отходят. Вот IG. Они очень сильно ведутся вот на эту фигню. То, что хвост подошел, сделал несколько тычек по Т3. Да, Т3 при этом, конечно, упала. Но вы могли идти на Т3 сами. И заставить всю команду Na'Vi стянуться. Но при этом IG что делать? Они просто смещаются на топ. И сейчас пойдут отпушивать топ. Пока не отпушивают топ, Фаник пропушит им ботом. И это все повторится. Что-то Макс. Макс. Травел Ася собрал. Огоним есть даггер. Есть вместо сыра. Какой-то еще Тараску. Либо Блэйд Мэл. И все нормально будет. Ну, Феррари не так просто убить. Туда еще до кучи кто-то прилетает. Стоит Габлак. Есть только став. Десятый уровень на 37-й минуте. 3-300 на Творс у Габлака. Все очень плохо. Прилетает сюда Фаник. Пошли топорики. Подформил. Пошел Мунлайт. Снова попытка кого-то выцепить одного. А IG могут потратиться 5 на 5? Мне интересно. Подойти к хайграунду и попытаться что-то сделать. Они все-таки выигрывают 12 тысяч. И по XP, и по золоту. Видят хвоста. Хвост. Хвосту надо делать тп-аут. Будет ли Блинк от Джуна? Джун. Эклипс наперед. Джун неудачно запрыгнул. Его бы в дизрапшен убрать по-хорошему. Пролетает Ароу мимо. Пошла трэпа. Он скоро уходит с дайгера. Ну, будут ломать тавер. А крипы далековато. Смещается в мидл тут же Фаник. На ботами находится Дэнди, который Т2 эту разметает моментально. 3-700. Приходится делать ТП. И IG снова разлетаются. Подожди, Дэнди. И Джун сейчас понимает, что не по шансам драка. Получается, накричали на Джуна. Успел прожать БКБ. Это ему никак не поможет. Джуна здесь... Ай-яй-яй-яй, сырок! Одной тычки не хватило. Если, кстати, Фаник остался побить с руки, может быть, не хватило бы. Дизрапшен на Дэнди. Будет ли Ароу? Ароу. Я так запрыгнул, согрел Дэнди. И начинается с ним махач. Раскастовывает ССФ. Минус Че. Дэнди. Трэп. Запрыгивает Чуань. Будет ли Ароу? Спасите кто-нибудь его. Дэнди. Дерется, как лев. Взрывается неплохо. У Джуна, точнее, остается лоу ХП. Но никто не стал помогать. Но не могли и помочь, на самом деле. Бестмастер такой себе помощник. Некров прожал, уль дал. От него толку больше нет. Дерево кидало ливенька армора. Больше никого на карте, по сути, и нет. Кто бы мог какую-то непосильную помощь принести. Луна без эклипса. 5800 на руках. Может появиться Сатаник. Но Сатаник это более защитный артефакт, чем атакующий. Поэтому лучше собрать что-то другое. Вопрос что? Летает Сатаник на ботом. Да, и одного не понял, почему Сатаник не помог загубить этого акса. То есть, возможно, убили бы и не стали скушать ему сыр. И все бы пошло иначе. А то стоит колотит 1СФ. Ульт Сатаник вроде как дал. Некров вызвал, отправил. А толку во всем этом было мало, потому что не хватило одной тычки. Снова Moonlight от IG. На данный момент они подпушили все лейны, кроме ботома. Там кабанчик отпушивает. И где-то могут попробовать зайти протаранить вышку. Пока у СФ еще не набиты души. Можно попробовать. Ультимейт не такой смертельный сейчас будет. 4-800, хвост, гиперстоун. Кираса, что ли, выберет? Кираса появилась уже. Брудмазер. Старшторм. Диакс. Акс на ботами. То есть сагрить Дэнди здесь не получится с одной тычки в Феррари. Тут всех крипов уложил. Тауэр стоит на топе. Тауэр уже фуловый, как я и говорил. Не снесли с одного захода, забудьте про него. Ну все, айджи не могут подойти. По графикам все так же. Ничего не меняется. Чуань. Уже ультимейт орб есть. 3000 на руках. Кираса появляется у хвоста. Пытается защититься от молдов и прочего. 2400 на руках остается после этого. Поэтому и сатаник может появиться. Но лучше что-то собрать на дэмэдж. Где бруда? Бруда, конечно, хорошая атака спит. Под некрачами будет еще быстрее. Кси, помогайте паучками. Пытаются подпушить все возможные лейны. Пошел смолк. Мунлайт, если что, будет через 4 секунды. Летит что-то в куре. В куре не знаю, что прилетело. У Феррари МКБ. Вот что прилетело, наверное. До следующего Рошана. Еще недолго. Опять же будет с сырком и так далее. Хвост опять подпушил. Оставляет здесь своих иллюзий. А у IG нет ливенька армора, поэтому они свои вышки хилить не могут. И даже хвост таким вот мучением заставляет. Прожимает рефракшны. Ой, фортификейшны, извиняюсь. Все будет нормально. Так, Фаник расчистил полигон здесь. Уходит с хвостом. Что это за отступление такое глобальное? Что за Фаник-лесоруб? Ну, остальная команда на топе. Дэнди, 3600. Ну, ты и даус, наверное. Что тут еще? Кираса уже не нужна. Она есть. Минус армор будет у противников нормальный. ЖД. Закинул Джуна. На Джуна теперь два Фаника. Сагрили минус Фаник. Прудаеву забирает плевком. В этот раз хвост продает Фаникам. Дэнди вальяжной походочкой по топу. В бабочке есть понт всегда. Помимо эвейджена бабочка дает уйму статов на ловкость и атак спида и так далее. Плюс эвейджен от всяких паучков, потм и так далее. То, что темпларка пробивает, это да, понятное дело. Но темпларка это не единственный герой, который здесь бьет. Хвост. Стычка с брудой. Бруда получает пылицу бимчиком. Бьется с хвостом. А, Ро пролетает рядом. Хвост. Еще один бим. Ждут появления Фаника. Пошел Ливинг Армор на... Какую вышку? Это два, что ли? Не знаю, там, героям кому-то дали. Что? Брудмазер. Три тысячи на руках. Скоро будет шесть слотов. Так потихонечку и бруда выформит себе. Но тут и патма особо не отстает. Уже есть хекс у Чуаня. Тысяча триста на руках эншентов подфармили. Акс, травела, плейт, мейл. Шиву, наверное, соберет. Смысла нет еще в одной керасе. Я так подозреваю. Четыре триста у хвоста. Хвосту, хвосту, хвосту. Что-то на атаку надо сейчас в любом случае собирать. Я знаю, рапиру. С рапирой под Ливинг Армором в БКБ и с ультимейтом Дэнди, который срежет атаку, есть неплохие шансы. Но сатаник, правда, при этом нужен. Ой-ой-ой, хвостецкий. Тут сразу же мантастайл прожимает. Понимаешь, какой здесь урожай бежит. И тут урожай пытается забрать. Правда, ты урожай крипов увел? Что обидненько. Хвоста ТПшечки есть с собой. Сейчас будет стычка, скорее всего. Джун бежит. Габлак. Ванскор. Подняли. Успели, не успел. Заагрить. Пошел Клипс. У Джуна большие проблемы. Ныне еще наорали. Пошел Эклипс. Хвост. Много дэмэджа носит. Дизрапшеном подсейвили. Пошли топорики. Хвост пытается уйти. Есть седы, но они слишком маленький хил наносят. Но это беда. Минус 2 уже есть. Нашли Ванскор. Отличка с Молда. СФ уже улетела отсюда. И сейчас пойдут по топу. Просто пойдут по топу давить. Мидл подпушен. Могут пойти по мидлу. Да, ничего не получилось. Вроде очень круто подцепили Акса. Не дали даже заагрить. Запрыгнул. Тут же Телекинез. Я думал, что может быть его сейчас зафокусит. И все вроде будет неплохо. Потому что контроля не так много остается у IG. Но нет. Акс в дизрапшене отсиделся. Вылез и сделал свое черное дело. Заход на хайграун. Надо нажимать фортификейшн. В хвосту придется делать байбэк. Конечно, в этом есть смысл. Падает вышка. Руби крестница. Это минус первая сторона. И тут же бегут на ботом. Оставляя оранжевый барак в покое. Тычки с Молда очень сильные. Не допрыгнул Джун. Байбэк. Аро пролетает мимо. Оранжевый барак пытаются добить. Акс прожимает БКБ. Дебаф на хвоста. Бурда начинает вгрызаться. Просто вгрызаться. Ульт дерева на одну бруду. Ну, бруда это оффлейнер, который еще и выживает. Отличный агро такса по троим. Дэнди минус. Габлак тоже погибает. В живых только хвост после байбэка. И его, скорее всего, тоже не отпустят. Аро попадает на 4 секунды. Это ГГ. Это ГГВП, дорогие друзья. Ну, блин. Я не понимаю. Очень странная игра была. Опять же, это дерево, которое непонятно зачем здесь было нужно. Возможно, чтобы луна наносила дэмэдж. Но луна не имела тех айтемов, которые надо было, чтобы она убивала пятерых. В итоге, Na'Vi проигрывают команде IG. Очень-очень суровый матч был. Довольно-таки длинный. И большая часть это был фарм. 47 минут играли ребята. Na'Vi получают очередное поражение. Довольно-таки обидное для них. Я думаю, хотелось наверняка выиграть. Но вот Габлак 1-5-3. Три асиста, один килл. Тот, который сделан на первых минутах в начале. И что? А потом, что этот герой должен делать был? Вот Ливен Кармор, по мне, переоценен слишком сильно. Если в начале с помощью него можно какую-то агрессию и шорох наводить, то потом уже этот скилл, конечно же, не такой полезный. Ну, вот в начале Na'Vi не могли вообще ничего сделать, по сути. Ладно. У нас есть очередные три очка для команды IG. С чем их можно и поздравить, наверное. Invictus Gaming зарабатывают их. Можно посмотреть, доигрались ли остальные игры и что у нас по турнирной таблице на данный момент. Обновляются титры. И что есть? Есть. Invictus Gaming 13 матчей, 8 побед, 5 поражений. Na'Vi падают на шестую строчку. 13 матчей, 8 побед, 5 поражений. Также у них становится. IG их обходят. Ну, а Team Secret по-прежнему идут на 0. 13 матчей, 13 побед. EG, 11 матчей, 9 побед. Вот Twitch и Gaming имеют статут.